В эфире «Сыскное дело» в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! В ближайшие 10 минут я и мои коллеги расскажем о чрезвычайных происшествиях и подведем криминальные итоги недели. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наблюдение за торговцами смертью наркополицейские вели в течение недели. Оперативникам даже удалось установить скрытые камеры в гараже, где зелье готовилось к продаже. Роли в данной преступной группе были распределены следующим образом. Два человека занимались распасовкой и смешиванием, один человек с закладками, третий человек занимался подсчетом денежных средств, связью с непосредственным потребителем наркотических веществ. Еще был человек, который занимался поставками непосредственно наркотиков на территорию Самарской области. При обыске гаража и досмотра задержанных было обнаружено 2,5 килограмма синтетического наркотика. Как выяснилось, сами задержанные наркотики не употребляли. Теперь шестерым молодым людям грозят тюремные сроки в зависимости от роли каждого в составе ОПГ. Организатору может грозить пожизненное лишение свободы. Более 4 тысяч доз опасного синтетического наркотика стоимостью около 7 миллионов рублей не попало на черный рынок сбыта. В этом случае в Самарскую область зелья пришло почтой из Китая. Двоих заказчиков с поличным задержали таможенники и сотрудники областного управления наркоконтроля прямо в момент получения посылки на одном из почтовых отделений. Позже установили, наркотик был заказан через интернет жителям Самары, который в целях конспирации в графе «Получатель» указал данные своего друга. «Один из молодых людей пояснил, что он не знал о том, что следует в посылке, что он ничего не заказывал. Как впоследствии показал второй из участников этой группы, он сделал это для того, чтобы скрыть следы преступлений и заказывал данную посылку на имя своего хорошо знакомого друга». Уголовное дело возбудили по статье «Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере». Задержанные находятся под стражей и может грозить от 15 до 20 лет лишения свободы. В Самарской области новая вспышка бруцеллеза крупного рогатого скота и снова в Нефтегорском районе на одном из животноводческих хозяйств в селе Дмитриевка. На этот раз зараженной, как показали исследования, оказалась только одна корова. Напомним, в начале года на этой же ферме было обнаружено около 300 больных животных, которых впоследствии пришлось уничтожить. Специалисты Россельхознадзора выяснили, больные животные были привезены из соседней Саратовской области. «Наши товарищи из Саратовской области наградили нас вот этим вот заболеванием. Где-то недосмотрели, где-то, может быть, не передержали на карантине. Но по всем этим деяниям будут приняты определенные меры административного характера, а там дальше посмотрим». Бруцеллез – хронически протекающая болезнь животных и человека, вызываемая бактериями. Она передается не только от животного к животному, но и к человеку при непосредственном контакте или употреблении в пищу зараженных продуктов. Чтобы не подхватить инфекцию, специалисты рекомендуют употреблять в пищу только пастеризованное или кипяченое молоко, а также мясо, на которое у продавцов есть документы, подтверждающие безопасность продукта. Один из подозреваемых в деле об убийстве владельца сети магазинов «Горелка» Олега Дергилева в ближайшее время предстанет перед судом. Его имя пока не разглашается. Он, по данным следствия, является одним из исполнителей преступления. Всего же в деле фигурируют четыре человека. «Доказательств этих лиц у нас достаточно. В отношении одного фигуранта, который сознался в совершении преступления, мы выделили из уголовного дела. Другое производство. В особом порядке будет рассматриваться дело в суде. В ближайшие днях мы передаем это дело в отношении одного обвиняемого, который сознался и изобличает своих соучастников. Передаем дело с обвинительным заключением в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения». Напомним, Олег Дергилев был убит выстрелом в голову в октябре прошлого года. Его тело было обнаружено недалеко от железнодорожной станции «Козелки». Заказчик убийства пока не установлен. Платить или нет – вот в чем вопрос, цена которого 200 рублей. В Самаре, чтобы уехать с парковки торгового центра, мужчине пришлось звать на помощь полицию. Кто стал инициатором инцидента, попыталась выяснить наша съемочная группа. «Только с разрешением арендатора». Так съемочную группу встречает охрана торгового центра. На момент нашего приезда автомобиль Алексея Рыжкового уже третий час находился плененый железным ограждением. Как рассказал хозяин авто, все началось с визита в торговый центр, что рядом с центральным автовокзалом. Перед тем, как войти в магазин, мужчина оставил автомобиль на местной, бесплатной для клиентов, парковке. Вышел с торгового зала, сел в машину, перепарковался в другое место, пошел на автовокзал, чтобы снять деньги. Ко мне подошел сотрудник охраны и, соответственно, предупредил, что раз вы покидаете парковку, соответственно, у вас будет уже это платно. То есть машина остается здесь, а вы сами уходите. Я как бы ему сказал, что я отойду ровно две минуты и я сейчас вернусь. Он сказал, что машину заблокируют. Своё слово охранник сдержал. Автомобиль окружили железным забором. За освобождение из плена потребовали 200 рублей. Возмущенный мужчина вызвал полицию и позвонил в нашу редакцию. Ограждение сюда, к забору. Позже ограждение убрали. Появился директор торгового центра. В его присутствии охранник стал более общительным и рассказал свою версию случившегося. Ситуация была такая, без выражения. Послал и ушел. Трижды я им просил убрать автомобиль. Руководство торгового центра пояснило, своим клиентам предоставляют парковку бесплатно, а вот посетителям автовокзала придется заплатить. Случившийся инцидент и вовсе считают провокацией со стороны представителей автовокзала. Уже длительное время две компании делят территорию парковки. В данном случае человек просто устраивает провокацию. Парковка, она требует определенных затрат. Во-первых, арендную плату мы платим. Около 330 тысяч в год за эту парковку. Второе, ну, нам приходится асфальтировать, ремонтировать, охранять, наносить разметку. Мы все-таки стремимся, чтобы люди, которые приезжают к нам, они могли к нам приехать, свободно запарковаться. Подобный скандал на этой парковке уже был. Год назад за кратковременную стоянку отказался платить водитель такси, который привез сюда клиента. Машину тогда также огородили железным забором, а затем и вовсе оттащили в сторону тросом, прицепив за другое авто. Не, а полиция, что вы делаете, мужики вы как бы... Полицейская проверка тогда виновника инцидента так и не выявила. Как будут развиваться события нового ЧП, пока неизвестно. Алексей Рыжковой написал заявление о противоправных действиях в полицию, но пояснить, почему отказался платить, так и не смог. На этом у нас все. Вы смотрели «Сыскное дело». Будьте внимательны к себе и окружающим. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok